Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня снова в эфире мои обновки, мои покупки и то, что я получила в качестве пиар. На этот раз за июнь месяц и должна сознаться, что июнь был каким-то просто шоппинговым безумием. Хотя некоторые вещи, которые я здесь перед собой вижу, я купила еще в мае, но тем не менее, да. Здоровенная коробка с косметикой передо мной с тем, что я купила, и еще такая же стоит с тем, что я получила в пиар. И плюс, я вспоминаю, сколько денег я потратила дополнительно на шмотки и обувь. У меня, в принципе, я некоторое время назад снимала видео со своими весеннелетними обновками из одежды, обуви и аксессуаров. И, в общем-то, с тех пор накопилось на еще одно целое видео, которое я, надеюсь, в июле где-нибудь сниму и опубликую. Но сегодня поговорим о косметике. Во-первых, я сделала заказ на сайт американского посредника и купила несколько вещей, которые приобрести, кроме как в Соединенных Штатах, было нельзя. Одной из них стала палетка Марек Джейкобс стилета. Вот такая вот красотулечка и вот такая красотулечка внутри. Я сняла с ней первые впечатления. Это было видео вопрос-ответ в честь моего дня рождения. Я очень люблю снимать видео вопрос-ответ, но стараюсь не злоупотреблять. Но уж на свой день рождения я себе не отказала в этом удовольствии. И могу сказать, что палетка мне очень понравилась. Меня очень впечатлили матовые. Мне очень понравилось, что одновременно хорошая пигментация и при этом легкая растушевка. К сожалению, в том видео я еще не знала, потому что только первые впечатления. Это были вот этот вот оттенок. Все-таки на мне нестойкий. Он на мне скатывается даже на базе. Я буду пробовать еще его на клей для глиттера посадить. Но это, собственно, то, из-за чего я не купила эту палетку тогда, когда она только появилась. Потому что многие девушки, у кого на веках плохо держатся тени, жаловались, что этот оттенок нестойкий. А мне, к сожалению, это так и есть. С тех пор после первых впечатлений я к ней больше не притрагивалась. Потому что для меня это типично зимняя цветовая гамма. То есть сейчас летом мне ничего подобного не хочется. Но я думаю, что я буду ей с огромным удовольствием пользоваться. Надеюсь, что этот самый красивый глиттерный дуахром я тоже смогу приручить. Но в любом случае матовые здесь прям очень-очень классные. К сожалению, я не знаю, что происходит с этим брендом. То ли они закрывают косметическую линию вообще, то ли будет какой-то ребрендинг, изменения какие-то. И, соответственно, я и не знаю, будут ли подобные палетки теней продаваться в будущем. Будет ли эта формула продаваться. Но если вас что-то интересовало из Марк Джейкобс, и сейчас вы видите на скидках палетку, которая вас интересовала, я рекомендую взять, потому что качеством я осталась супердовольна. Следующее, что невозможно все еще пока купить в Европе, это вот этот лимитированный очищающий бальзам от Pharmacy. Мой любимый Green Clean. А это в лимитированном запахе, в лимитированном цвете Sweet Apple Clean. И он такой красивый был на промо-фото. И я так люблю саму эту формулу, что я очень его сильно захотела. И даже заморочилась тем, чтобы заказать его из Штатов. К сожалению, меня постигло глубокое разочарование. Как вы видите, совсем не так он выглядит, как на промо-фото. Да, там есть сверху розовый этот бальзам, и внутри желтый, но желтый такой очень бледный и неяркий. И, в общем-то, розовый слой достаточно толстый. И не создается того впечатления, на которое я рассчитывала, что как вот ломаешь верхний вот этот розовый слой, а внутри такой ярко-желтый, какой-то медовый такой, медовая какая-то мягкая субстанция. Ну, то есть, с точки зрения качества бальзама, это все еще мой самый любимый бальзам. Он потрясающий. Запах, кстати, достаточно слабенький. И не скажу, что сильно навязчивый, но, наверное, все-таки у зеленой версии, у классической, мне запах нравится больше. Я, в принципе, сладкие запахи не особо люблю. Так что небольшое разочарование. Не в смысле качества, естественно, потому что качество такое же прекрасное, как я и привыкла, но в смысле вот этого эффекта, да. Зря я, в общем-то, заморачивалась. Не надо было, не было необходимости связываться с доставкой через посредника. Ну, уж как есть. Буду пользоваться с удовольствием, но если, допустим, вас так же, как и меня, впечатлили те маркетинговые фото, которые я показывала в одном из купителей, не купить вам захотелось этот бальзам, и вы кусаете локси, что его невозможно купить, кроме как в Соединенных Штатах, то не надо. Ничего там такого особенного нет. Ерунда. Это все просто хороший, классный бальзам со сладким запахом. Возможно, появится он на Beauty Lish или Look Fantastic или в других местах, где представлена марка Farmacy. Но даже если не появится, вы ничего не потеряли. Возьмите классическую зелененькую версию и будет вам счастье. Ничего такого особенного в этой лимитированной версии нет. Но это не совсем на самом деле бьюти, но я все-таки вам покажу, потому что меня часто спрашивают, как я решаю проблему сильно слезящихся глаз, и мне очень сильно помогают вот эти вот капли. Называются они Retaline, и их фишка в том, что они содержат минеральное масло в качестве лубриканта. Я увидела их в рекомендациях у одного из американских бьюти-блогеров, купила на eBay. В тот момент на eBay было предложение с достаточно недорогой доставкой в Латвию. Очень мне они понравились, очень классно они справляются с сухостью глаз, и когда глаза не сохнут, то они и меньше слезятся, потому что слеза вырабатывается как естественный лубрикант, когда глаза чувствуют, что они пересохли. С этими каплями глаза не сохнут и, соответственно, не слезятся. Ну вот такая парадоксальная ситуация. На eBay их больше нет, к сожалению, поэтому я их купила на Амазоне с доставкой на американский адрес и просто переслала к себе через посредника в Латвию. Купила сразу две пачки, но вторая уже вскрытая стоит в аптечке, я уже вовсю ими пользуюсь. Если вы знаете европейский аналог для этих капель, то, пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, вы знаете какие-то капли, которые содержат минеральное масло, пожалуйста, напишите в комментариях. Я закреплю комментарии, может быть, чтобы другие люди могли тоже ознакомиться, потому что эти достать проблематично, и они, кстати, дорогие. По-моему, 25 долларов стоит вот такая вот пачка. В ней пять вот таких вот пластинок с индивидуальными такими как капсулами, то есть всего 30 капсул. Но одной капсулы хватает больше, чем на один раз, я ее на несколько дней растягиваю. Но как бы все равно удовольствие не из дешевых, особенно с учетом того, что не купить. Так что, если знаете какой-то адекватный аналог, я буду вам очень признательна, если вы его напишите в комментариях. Заказала также огромную бутылку одной из своих самых любимых сывороток. Это Timeless Queen Zim Q10. В ней также содержится матриксил и гиалуроновая кислота. И это вот такой рефил, как они его называют, банка 120 мл. У меня есть маленькая бутылочка 30 мл из-под этой сыворотки, куда можно отливать. Сейчас я эту поставлю в холодильник, потому что у меня огромное количество вскрытых сывороток. Мне прямо сейчас не нужно ничего нового вводить, но это одна из самых любимых моих вообще пептидных, увлажняющих, базовых сывороток. И дело не в том, что ее невозможно купить не через посредника, но я посчитала... Но там была какая-то акция, и я посчитала, что даже при том, что мне нужно будет оплатить услуги посредника, все равно получается выгоднее, чем заказывать другими какими-то способами напрямую в Латвию. Так что это было чисто из соображений экономии куплено. Купила три 773-х кисточки от марки Bdellium Tools. Одну отправила уже подруге в подарок, и две оставила пока что себе. Ну, одну... У меня как бы есть одна в обиходе, вторая себе про запас, а третья на подарки про запас. Как-то так. Кисть эта совершенно фантастическая, потрясающе работает с шиммерами, с самыми капризными, с самыми проблемными. Иногда даже те шиммеры, которые пальцем не хотят наноситься, этой кистью удается их приручить. Как я уже сказала, номер 773, и что удивительно, марка есть на iHerb, но именно этой кисти на iHerb нет в продаже. И марка ушла с Beauty Bay, и после этого стало невозможно эту кисть купить, кроме как на официальном сайте. Поэтому я как бы себе вот такой запасец организовала. Во-первых, очень хотелось подарить Валюше All Sirene, а во-вторых, хотелось, чтобы и у меня был запас, потому что здесь у меня немножечко треснула деревянная ручка, я не знаю, сколько эта кисть, в принципе, протянет. То есть мне хотелось, чтобы у меня была запаска. Ну и одна про запас, что, может быть, еще кому-то я захочу ее подарить, тогда вот у меня есть. Валя, кстати, мне сегодня тоже прислала уже сообщение, что кисть ее очень сильно впечатлила, крутейшая, и она хочет себе тоже уже купить еще одну запасную. Ну и еще одна вещь, которую очень тяжело достать в Европе, мои любимые помадки от Chanel, двусторонние. Не понимаю я, если честно, что за проблема с этими помадами, почему их не привозят в Европу. Единственное место в Европе, где они есть, это Feel Unique. Я один раз оттуда пробовала заказывать, и мне ничего не дошло. И после того, как я открыла кейс через PayPal, Feel Unique меня вообще заблокировал. Ну, я там зарегистрировалась по новой, но пока еще не рискнула повторно что-то заказывать. Ну, в общем, не знаю я, почему такие проблемы с этими помадами. Я их заказываю на Nordstorm, на сайт посредника. И я, кстати, взяла три оттенка, но один тоже отправила Вале в подарок. Себе я взяла вот этот вот Milky Blueberry, называется, такой очень холодный, ягодный. А второй оттенок называется Intense Rosewood. И вообще я его взяла сначала маме своей, потому что она меня просила, чтобы я ей купила такую помаду и показывала, какой цвет ей бы хотелось. Но, естественно, я не удержалась, уже попробовала его, и мне так понравился на себе этот цвет, что я решила, что я этот, скорее всего, оставлю себе, а маме куплю еще один такой же. Это потрясающая формула помад. С одной стороны находится жидкая матовая помада, которая и сама по себе достаточно комфортная, но с другой стороны находится прозрачный блеск, который эту помаду не разъедает, а наоборот как бы фиксирует и создает эффект таких потрясающих лаковых губ. Это идеальное просто решение для пандемии, для ситуации, когда помаду нужно носить под маску, потому что она не сдвигается вообще совершенно никак. Прозрачный блеск, естественно, съедается, он может обтереться об маску, но сам цвет не сдвинется ни на миллиметр. Поэтому, конечно, очень классно именно в ярких каких-то оттенках покупать эти помады, потому что с яркими цветами всегда проблема, всегда есть такая опаска, что если поплывет, если куда-то начнет ехать, если начнет размазываться, с этими помадами такой проблемы совершенно нет, и я абсолютно точно хочу еще. В данный момент у меня получается четыре оттенка, то есть у меня есть красный, у меня есть нежно-розовый, и у меня есть теперь вот эти два. И я буду, скорее всего, брать еще какие-то оттенки. Сейчас вот должна начаться после 4 июля на сайте Nordstorm ежегодная распродажа, и я хочу как минимум три оттенка еще себе и повторить вот этот вот для мамы. Ну, это, конечно, дорого, я, наверное, где-то, может быть, себя урежу, надо как-то подсократить свои расходы, но, по крайней мере, вот то, что у меня лежит в корзине, то, что мне хотелось бы, это еще три оттенка для себя и еще один вот такой же для мамы. На этом закончилось то, что я заказывала на американского посредника, и сейчас буду показывать то, что я купила просто, просто заказала в Латвию. Ничего, кстати, я в этом месяце не купила оффлайн, все только онлайн заказывала. Я лоханулась, конечно же, и не купила в ноябре на скидках на сайте Ordinary свою любимую сыворотку против роста волос. Эта марка, принадлежащая концерну Dessie, называется The Chemistry Brand, продается на том же сайте, что и Ordinary, и Dessie M каждый год в ноябре устраивает распродажу не на Черную пятницу, а весь остальной ноябрь, кроме Черной пятницы. И я не купила этот спрей только потому, что решила, что до лета я еще успею его купить. Но до лета больше никаких скидок не было, и мне в итоге сейчас в июне пришлось его покупать за полную стоимость. А штука не супер дешевая, поэтому я, честно говоря, пожалела, что я не купила его на Черную пятницу и записала себе на следующий год, чтобы купить обязательно, чтобы к следующему лету у меня была полная банка со скидкой купленная. Потому что зачем покупать за полную цену, если можно купить со скидкой. Это жидкость в формате спре, которую нужно наносить на те места, с которых вы удаляете волосы при помощи бритья. Хотя, я не знаю, по идее, может быть, если и шугарингом или ваксингом удаляете, то тоже она будет работать. Но, по крайней мере, я удаляю волосы бритьем и эту сыворотку наношу два раза в день, с утра и вечером. Очень удобный формат за счет того, что она в спрее. И я не скажу, что она совершает какие-то дикие чудеса, что типа там перестают расти волосы. Но, скажем так, потребность в бритье, она у меня отодвигает еще на одни сутки. То есть, так, если я... Первый день у меня супер гладкие ножки, второй день, ну, еще куда ни шло, третий день надо либо уже снова брить, либо брюки надевать, то с этой сывороткой третий день еще тоже можно пережить. Так что, для меня это такой must-have. Плюс она дает приятное увлажнение, но при этом без тяжести, без какой-то жирности. И, как я уже сказала, формат очень удобный. В общем, третий год уже покупаю и останавливаться не собираюсь. Очень удачная находка. Я, еще раз повторюсь, я не знаю, как она будет себя вести, если вы удаляете волосы каким-то другим способом, не бритьем, но для меня работает просто классно. Еще два продукта по уходу за телом, призванные бороться с проблемой, которая называется кератоз, или куриная кожа. Это вот такая вот неровная, я не знаю, насколько вам видно, не видно, ну, короче, неровная, текстурная кожа у меня на руках, бывает на ногах, на всех частях тела на самом деле бывает, но у меня в основном вот здесь вот на, снаружи стороны рук эта проблема проявляется, и я много лет ищу способы, как бороться с ней. Пока что ничего не давало какого-то вау-результата, но сейчас комбинация нескольких средств, которые я использую, в том числе вот этих вот двух, которые я купила в июне месяце, начинает давать, если не эффект стопроцентного избавления, то по крайней мере эффект значительного улучшения. Так что вот этими двумя покупками я пока что очень довольна. Во-первых, скраб для тела от американской марки First Aid Beauty. Она продается, по-моему, и на Культ Бьюти, и на Лук Фантастики. Я покупала, мне кажется, на Лук Фантастики. Эта серия называется KP, то есть Кератозис Поля... Кератозис Поларис? Кератозис... Короче, серия против кератоза. И это очень, очень классный скраб для тела с AHA-кислотами или АHA-кислотами. 10% AHA-кислот и написано, что подходит для чувствительной кожи. Ну, я не знаю, у меня на теле нечувствительная кожа, но главное, что это действительно очень классный скраб для тела с большим количеством абразивных частиц, при этом он не слишком... Они не слишком колючие, не слишком сильно царапают кожу, но их много и они хорошо отшелушивают. Единственное его, не знаю, как сказать, проблема, не проблема, нюанс, не самый элегантный запах у него, такой, я бы сказала, достаточно медицинский. А нет, есть еще второй нюанс, он тяжеловато выдавливается из этого тюбика. Тюбик очень мягкий, скраб очень густой, и мне показалось, что не самая удачная упаковка, можно было придумать что-то получше, как бы, либо более плотный тюбик, чтобы легче было его сдавливать, а тут получается, ты как бы давишь этот тюбик, а этот скраб там внутри весь гуляет и ничего не выдавливается. Но сам продукт мне очень нравится, вижу эффект от его использования и почти наверняка буду повторять. Так что, если у вас такая же проблема или, в принципе, если вы ищете хороший, эффективный скраб для тела, то эта штука классная. И второй продукт для решения той же проблемы от Polos Choice, его я купила на Культ Бьюти, это разглаживающий эксфолиант с двумя процентами BHA кислот. Я почему-то думала, по слову эксфолиант, что это тот же самый, ну, такого же плана продукт, как от First Aid Beauty, что это скраб. Но это оказался крем для тела, на самом деле. Но я особо не разочаровалась, собственно, сначала я купила вот эту штуку, думала, это будет скраб для тела, это оказался крем для тела, тогда я докупила вот тот вот скраб. И должна сказать, что этот крем для тела мне тоже очень сильно понравился. Его ругали, что у него, дескать, плохой запах противный, но мне, мне этот запах нравится. Он немножечко какой-то медициной тоже отдает, но я в нем чувствую нотки горького шоколада. И даже этот запах не особо ярко выраженный, я его практически не чувствую, практически не обращаю на него внимания, но если даже почувствую, то мне он скорее нравится, чем мне. Так что я не могу согласиться с тем, что у продукта отвратительный запах. Как крем для тела меня тоже очень порадовала эта штука. Он быстро впитывается, он не дает никакой пленки, никакой жирности, никакой тяжести. И опять же, я вижу эффект. Я затрудняюсь, если честно сказать, что именно работает. Скраб, вот этот крем для тела, или у меня еще есть тоник от The Ordinary с кислотами, которые я тоже использую на те же самые места, в тех же самых целях. И я не могу сказать, что что-то одно из них заметно работает, в отличие от всего остального. Скорее всего, работает именно комплекс этих трех средств. И даже все вместе это не снимает полностью проблему кератоза. Но я должна сказать, что это просто какой-то новый уровень гладкости кожи. Для меня, я не могу сказать, что она у меня супер гладкая, но она гораздо более гладкая, чем я привыкла. И мне это, конечно же, очень нравится. И скорее всего, я все эти три продукта, которые назвала, ну, тоник от Ordinary, я покупала уже довольно-таки давно. Сейчас просто стало более активно его использовать. И скорее всего, все это трио я буду повторять для того, чтобы решать проблему кератозу. Но только если захочу один из пунктов, в одном из пунктов поэкспериментировать. То есть, тоник, скорее всего, я сразу, когда он закончится, повторять не буду, потому что у меня сейчас есть еще один тоник с H-A, B-A кислотами. Я хотела его кому-то передарить, а потом подумала, зачем я буду его передаривать, если я могу его использовать на тело. Как бы все равно он у меня уже есть. Ну и два продукта, скраб и крем для тела, мне в любом случае нужны. Я, возможно, захочу поэкспериментировать с другими продуктами, направленными на проблему решения кератоза. Но если ничего суперэффективного не найду или никаких других вариантов не найду, то 100% буду повторять вот эти. Я вам сто раз рассказывала про свою любимую очищающую маску Glan Glow Supermat. Я каждый год покупаю такую маску на лето себе. Зимой она мне без надобности. Зимой у меня поры при использовании ретинола практически не засоряются. Но летом я ретинолом не пользуюсь. И как бы летом в целом поры больше склонны даже не то, что забиваться, а скорее темнеть. У меня скорее появляются такие серые точки, даже не черные, а серые точки на носу. И эта маска это то, что суперэффективно с ними справляется и очень удобный форм-фактор. И очень мне нравится холодящее ощущение от нее на лице. И в какой-то момент я просто приняла решение больше не искать более бюджетные аналоги, потому что маска не дешевая. Но я решила для себя, что она того стоит. И просто стала себе на лето покупать одну баночку. В этом году, к сожалению, я эту баночку уронила. И две трети маски у меня вывалилась на пол. Естественно, спасти каким-то образом эту вылившуюся маску не представлялось возможным. Поэтому я просто продолжила пользоваться остатками. Но я стала пасти на сайтах скидки на вот такую вот версию джамбо-сайз 100 миллилитров в тюбике. Во-первых, больший размер более выгодно получается покупать, особенно если поймать на скидке. Во-вторых, в таком формате упаковки меньше шансов, что я ее опять стукну об пол и она у меня расплескается или, не дай бог, еще и разобьется. Мне на самом деле повезло, что банка не кокнулась, потому что тогда я бы потеряла всю маску. Причем это был прям вот первый раз я ее открыла. Такая вот новая масочка, новый сезон, лето началось, намазалась, стала закрывать и херакш на пол. Прям вот в первый раз, когда использовала. С таким форматом этой проблемы скорее всего не будет. Пока что этот тюбик отправится тоже в холодильник, потому что я еще не допользовала то, что осталось еще там в баночке. Но как бы то ни было, у меня есть и на этот год, и скорее всего на следующий год мне еще тоже хватит. Может быть еще и даже и останется. Кстати, сколько у нее срок годности? 24 месяца, 2 года. Ну и отлично. После скандала с корейскими санскринами я лишилась всех своих фаворитов. Ну, как бы не то, что лишилась сейчас. Есть корейские санскрины, которые считаются проверенными, сертифицированными, безопасными, где то, что написано на упаковке, якобы, вроде бы, должно соответствовать тому SPF-фактору, который реально внутри. Но я пока не готова довериться корейцам. И поэтому встала передо мной дилемма, чем же пользоваться в этом году. И я начала изучать рынок солнцезащитных средств. Если вам интересно, что произошло с корейскими санскринами и почему я не готова пока что им доверять, то вы можете посмотреть видео по всплывающей подсказке или по ссылке в описании к видео. А я должна также добавить, что я не рассматривала к покупке американские солнцезащитные средства, потому что из того, что я слышала, в Штатах отстает нормативная база и многие современные химические фильтры, которые уже вовсю используются в Европе, в странах Азии, в Соединенных Штатах до сих пор не одобрены. И, соответственно, они там не применяются. То есть все, что производится в США, произведено по как бы более устаревшим технологиям. Так, наверное, можно сказать. Поэтому я для себя рассматривала, во-первых, европейские санскрины, во-вторых, австралийские и, в-третьих, японские. И на самом деле приобрела каждой твари по паре, точнее, от каждой страны по одному представителю или по парочке представителей. В общем, японский санскрин я решила попробовать вот такой. Это концерн Shiseido марка Anessa и это их Perfect UV санскрин Mild Milk for Sensitive Skin SPF 50 плюс PA 4 плюсика. Все санскрины, которыми я пользуюсь, всегда имеют SPF 50, поскольку я склонна к гиперпигментации, отбеливаюсь дважды в год при помощи лазера и постоянно использую витамин С и зимой использую ретинол, то мне нужно, чтобы у меня SPF был 50 и не меньше. Я большие надежды возлагала на этот санскрин, но все-таки решила для начала купить миниатюрку. Это здесь у меня 20 мл, а полноразмер 60 мл, и откровенно говоря, я правильно сделала, потому что, к сожалению, несмотря на то, что мне понравился этот санскрин по техническим характеристикам, судя по всему, у меня на него аллергия. Я, когда им пользуюсь, у меня через некоторое время начинает адски чесаться лицо. Я несколько раз это замечала. Я использовала, кстати, уже довольно много, вот столичка всего лишь осталось, но по очевидным причинам я не буду его повторять и не знаю, насколько я могу его рекомендовать. Конечно, это, скорее всего, индивидуальная реакция. Я читала на него некоторое количество обзоров и видела на ютюбе некоторое количество обзоров, ни у кого такой проблемы не было, но, ну, как бы вот, есть так, как есть. Я, скорее всего, сделаю видео с обобщенным своим мнением о санскринах. Еще один ко мне сейчас едет, тоже японский, и, в общем-то, я, наверное, к концу июля сделаю какое-то резюмирующее видео по поводу того, что мне понравилось, что не понравилось, что я рекомендую, что не рекомендую. И в этом видео покажу все текстуры, расскажу все за и против, просто сегодня не хочу сильно растягивать это видео, и так оно получится уже очень длинным, потому что я еще даже к пиару не перешла. Это все еще о покупке. Как я говорила, я в смысле технологий солнцезащитных очень доверяю японцам и также австралийцам. У них очень жесткие требования к солнцезащитным средствам, к маркировке, к тестированию, и также у них все новейшие разработки обычно используются, и поэтому я обратила свое внимание на австралийский бренд солнцезащитных средств, Ultraviolet называется, и купила целых два санскрина. Марка буквально только что пришла на Культбьюти, но я заказывала с сайта SpaceNK. Взяла два. Во-первых, Supreme Screen Hydrating Facial Sunscreen, естественно, SPF 50, UVA и UVB Broad Spectrum, и второй Queen Screen Lightweight Sunscreen, тоже SPF 50, UVA и UVB Broad Spectrum. То есть, оба защищают и от UVA и UVB лучей, оба комбинированные с физическими и химическими фильтрами, этот увлажняющий, этот просто легкий. Совершенно разные по текстуре, совершенно разные по ощущениям, в принципе, оба мне понравились, но у обоих есть некоторые недостатки. Что касается вот этого легкого, это молочко, первый момент, оно достаточно жирно выглядит на лице, но минут через 15 усаживается, и в принципе, я бы сказала, что не дает никакого финиша, ни сияющего, ни аматирующего, не дает увлажнения, но и не подсушивает кожу, такой абсолютно нейтральный санскрин. Мне в нем не очень нравится, что он ароматизированный, во-первых, и во-вторых, оба эти санскрина немножечко пощипывают мне глаза, но вот этот все-таки в меньшей степени. Что касается увлажняющего, он пощипывает глаза больше, он тонированный слегка, но когда начинаешь его размазывать, этот оттенок полностью уходит, и он становится полностью прозрачный. То есть он не дает никакого покрытия, никакого оттенка, просто вот первый момент, сам санскрин бежевенький, а потом становится полностью прозрачным. Вот это такое ощущение, что не ароматизированный, я бы сказала, что пахнет немножко как подсолнечным маслом, и мне он очень нравится по ощущениям на коже, я вообще люблю увлажняющие санскрины, и хотелось бы мне иметь такой санскрин, который можно нанести, не нанося увлажняющий крем, то есть когда очень сильно жарко, нанести тонер, сыворотку, и сразу увлажняющий санскрин, и также это удобно на пляже, когда, допустим, искупалась, санскрин с лица смылся, хочется возобновить солнцезащиту, но также хочется и увлажнить кожу. Такое вот гибридное средство, увлажняющий крем плюс санскрин, как раз отлично для этого подошло. К сожалению, как я уже сказала, этот SPF-крем пощипывает мне глаза. По крайней мере, если я наношу его на кожу вокруг глаз, а это надо делать, потому что эту кожу тоже надо защищать от воздействия солнца, то я испытываю легкий дискомфорт. Не сильный, не критичный, не настолько, чтобы им не пользоваться, но достаточно заметный, чтобы я, скорее всего, не стала повторять вот этот продукт. Насчет вот этого продукта я еще окончательно не определилась со своим к нему отношением, но вот этот я совершенно точно знаю, что когда он у меня закончится, я его повторять, к сожалению, не буду. Кстати, оба эти продукта не содержат денатурированный алкоголь, но содержат бензилалкоголь. Я, если честно, не знаю, насколько бензилалкоголь обладает таким же иссушающим воздействием, как и денатурированный алкоголь и насколько эти санскрины подходят или не подходят для чувствительной кожи, у меня к ним в этом плане пока что никаких претензий не было, но у меня к ним, как я уже сказала, другие есть претензии. И также я купила два европейских санскрина. Во-первых, вот такой от Институт Эстидерн, который называется MoSun, это стопроцентно минеральный санскрин. Я, на самом деле, его повторила, вы увидите такой же тюбик в пустых банках, правда, он у меня не закончился, у него просто вышел срок годности, на самом деле, давно вышел, потому что здесь 9 месяцев, а у меня этому тюбику старому 2 года уже. Это санскрин, который я использую только точечно, потому что он ой-ой-ой-ой-ой, слишком много я налила, слишком много я налила, но зато вы увидите, насколько он белесый. То есть, вот он, он вот такой вот страшно-страшно белый и дико-дико светоотражающий. Мне дерматолог его посоветовала использовать конкретно на мои пигментные пятна, то есть SPF 50 обычный свой любимый на все лицо, но если иду на прогулку или если иду на пляж, то вот этот вот санскрин использовать конкретно на места, где у меня пигментация сильно выраженная. Но также дерматолог предупредил меня никогда не использовать его, если меня будут фотографировать со вспышкой, потому что он будет отражать световые лучи практически как зеркало. У него есть небольшой запах, но меня он не беспокоит, ну и к тому же я не наношу его на все лицо, поэтому особо меня это дело не парит. Я не уверена, что это самый лучший вариант, потому что санскрин достаточно дорогой и вот с такими техническими характеристиками не самыми лучшими, но мне его посоветовал врач, и я в данном случае просто приняла, что я буду использовать то, что посоветовал врач, не особо разбираясь. Как я уже сказала, я не использую его каждый день, только если я иду на прогулку в солнечный день или если я еду на море и на пляж, я беру его с собой, и так же, как я сказала, я обновляю обычный солнцезащитный скрем на все лицо, и этот я обновляю на пигментных пятнах. И последнее на данный момент выполнение среди моих санскринов это вот этот вот от La Roche-Posay Antelios Age Correct. Насколько я понимаю, это единственный санскрин в линейке La Roche-Posay, в котором нет денатурированного спирта в составе, и так же этот продукт считается достаточно продвинутым. La Roche-Posay принадлежит концерну L'Oreal, и у них запатентованы некоторые новые химические фильтры нового поколения, так что вроде как считается, что санскрины этого концерна, то есть не только на самом деле La Roche-Posay эти фильтры используются и в продукции Garnier солнцезащитной, и еще в каких-то, но как бы я выбрала его в первую очередь по той причине, что он не содержит денатурата алкоголя, и это санскрин на комбинированных фильтрах физических плюс химических нового поколения. Пока что я им воспользовалась только дважды, мне он понравился, он увлажняющий, он не подходит, скорее всего, для жирной кожи, он не дает никакого белого налета, и мне показалось, что вроде бы не щипит глаза, но по двум разам, конечно, еще сложно делать какие-то выводы, буду еще его дополнительно тестировать, и, как я уже сказала, в отдельном видео поделюсь с вами впечатлениями. И последняя моя косметическая покупка, я исполнила свое желание, поймала на скидках палетку Joe Breaker от Jeffree Star, она мне досталась с общей 40% скидкой, и это как раз то, чего я дожидалась, чтобы ее купить. У меня на канале есть обзор на маленькую палетку Mini Breaker, вот здесь по всплывающей подсказке, если хотите, можете его посмотреть. Я очень впечатлилась качеством теней Jeffree Star, и захотела вот эту вот цветную красотку. Вот так вот она выглядит внутри, здесь много всяких разноцветных оттенков, я ее еще даже не сводчила, сегодня не она у меня на глазах, другая палетка, про которую я чуть позже расскажу, даже не сводчила, потому что хочу сначала сфотографировать, во-первых, а во-вторых, потому что нету сейчас времени, нету сейчас возможности ее полноценно протестировать, в общем, надо сделать фотографию, потом надо будет снять на нее первые впечатления, и потом, возможно, я сделаю либо посвященное этой палетке видео, либо, может быть, попрошу у подруги еще какие-нибудь тени Джеффри Стар, и сделаю какой-то обзор теней бренда, что-то такое, в общем, такие у меня планы, далеко идущие, это будет однозначно не раньше августа месяца, ну, то есть первые впечатления я, может, конечно, успею снять еще в июле где-то, но обзор этой палетки раньше августа точно не ждите, а то и раньше осени. Это все, что я купила сама, смотрю на кучу косметики, и боюсь даже представить, сколько денег я потратила, если вам интересно, что я получила в пиар, то продолжайте смотреть, если не интересно, то в этом месте мы с вами прощаемся, до новых встреч, ну и поехали разбираться, что мне прислали в качестве пиар, по большей части это будет просто перечисление, потому что уж очень здесь всего много, видео растянется на просто бесконечное какое-то время, начну с того, что сегодня у меня на глазах, это палетка Ютопия от Бьюти Бэй, вот такая вот коробочка у нее, и интересно, что палетка сильно меньше коробочки, упаковка интересная, была палетка завернута в пупырку и засунута в коробочку, первый раз такое вижу, но зато пришла в абсолютной сохранности, мне ее прислали на обзор от сайта Бьюти Бэй или от марки Бьюти Бэй, короче, их пиар-служба, и я сняла первые впечатления вот с этим макияжем, который вы видите сейчас на мне, и он уже доступен на канале, так что можете с ним ознакомиться по всплывающей подсказке вот здесь и в описании к видео, должна сказать, что палетка мне очень понравилась, очень сильно меня впечатлила, только имейте ввиду, что это не тени, а это именно пигменты, то есть они очень яркие, не супер хорошо растушевываются, это больше для какой-то графики, для каких-то креативных макияжей, чем для повседневных таких растушеванной дымки какой-то, в общем, если вам нужны яркие пигменты, и вы не хотите тратить много денег, я могу сказать, что эта палетка меня очень приятно впечатлила, ну, в любом случае, если интересно, то ознакомьтесь с первыми впечатлениями. Также вместе с этой палеткой мне на обзор пришло трио блесков от той же марки Бьюти Бэй, вот так вот они выглядят, бронзовый, такой персиковый, и прозрачный, с голографическими блестками, тоже попробовала я их в том же самом видео, к сожалению, категорически не понравился мне у них запах и привкус, поэтому я уже знаю, что я ими пользоваться не буду. Еще я получила из декоративной косметики посылку от латвийской сети магазинов Дрогас, тут целая куча декоративных средств, я их только перечислю, не буду пока давать никакие отзывы, наверное, сниму про них, может быть, отдельное видео. Во-первых, несколько хорошо известных мне средств, которые я пользуюсь, знаю и уважаю, база под тени от NYX, консилер тоже от NYX из линейки Born to Glow, кремовые тени в виде стиков от GOSH, карандаш для губ от Art Deco, гель для бровей от NYX и новый маркер для бровей от NYX, который вы увидите в видео с фаворитами и разочарованиями, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы его не пропустить. Этот маркер отличился. Прям много NYX прислали, жидкий хайлайтер из линейки Born to Glow, знаменитый культовый блеск Butter Gloss от NYX, вот в таком пыльно-розовом оттенке, и их новую двустороннюю помаду, которая вроде бы является идеологически, по крайней мере, аналогом вот этих вот моих любимых от Chanel. Я еще недостаточно хорошо ее распробовала, я один раз только попробовала воспользоваться, поэтому пока не могу однозначно сказать. Это не стопроцентный аналог, это точно, они другие немножко по текстуре, но пока я не могу сказать, нравится она мне или нет. Однозначного вердикта я еще не донесла. Еще тут у меня три однушки теней металлических от Essence, очень крутые однушки, такое качество, я просто обалдела. Я вам сейчас вот одну посвочу, это 17 Fairy Tail. Смотрите, какое масло прямо. Посмотрите, какая пигментация, как переносится. Это вообще что-то, я в шоке просто. И тут у меня еще два кремовых продукта от марки Rival, кремовый румяна и кремовый скульптурирующий стик. Точнее здесь с одной стороны скульптор, с другой стороны типа консилер или матовый хайлайтер кремовый, но как обычно в таких двусторонних продуктах этот вот консилер мне вообще-вообще не понравился. А что касается вот этого скульптора, еще опять же я его тестирую. Ну в принципе я все еще это попробовала, только один раз, даже не в полном макияже, а просто вот так вот, когда приехала, посвочила там, что-то на лицо нанесла, но даже не ходила с этим макияжем, поэтому еще никаких выводов относительно этой косметики у меня нет, кроме тех средств, которые я первыми назвала, которые я уже давно использую и которые мне нравятся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было бы вам интересно увидеть видео с макияжем вот этими вот бюджетными средствами, потому что все, что продается в сети магазинов Дрогос, это в основном бюджетная косметика, и в данном случае все очень-очень недорогое по цене. Если вам интересен макияж бюджетными средствами, пишите в комментариях, я обязательно сниму. По следующему пункту я тоже только перечислю, потому что было посвящено этой продукции отдельное видео. От сайта Естайл мне пришел на обзор набор косметики с улитками, в него входит пузырящаяся очищающая маска с экстрактом улитки, эссенция Косарекс, сыворотка и крем от Июник, крем для кожи вокруг глаз от Сикрет Кей, и ночная маска от Тиам. Всем этим продуктам у меня было посвящено отдельное видео, я оставлю всплывающую подсказку и ссылку внизу в описании к видео. Если вы хотите ознакомиться с моим мнением по поводу этих продуктов, то добро пожаловать, посмотрите. Если коротко резюмировать, то совершенно не понравилась и не подошла мне по типу кожи, скорее всего, вот эта вот маска, она мне очень сильно сушила, и я не заметила, чтобы что-то очищала. И в противовес очень сильно понравилась мне вот эта вот эссенция от Косарекс, она очень глубоко увлажняет. Я бы даже сказала, что это не эссенция и точно не продукт, заменяющий тонер, это скорее глубоко увлажняющая, такая густая, достаточно сыворотка. Я ее использую именно в этом качестве. Также от магазина Естайл мне пришла на обзор сыворотка от Таймлесс, моя любимая, с витамином С. И я очень удивилась, узнав, что она там продается. То есть она, я ее видела какое-то время на этом сайте, но мне почему-то всегда казалось, что это китайская подделка, потому что у них, наверное, потому что у них стояла картинка со старой упаковкой, с синей стеклянной баночкой, с пипеткой. Сейчас эта сыворотка выпускается в формате безвоздушной пластиковой помпы, и она появилась снова на Естайл, уже в новом формате. Я задала прямо производителю вопрос в Инстаграме, отправила им бачкод и спросила, можно ли доверять тому, что на Естайле оригинальная косметика, и мне производитель подтвердил, что Естайл является их официальным поставщиком, так что там только оригиналы. Так что имейте в виду, там теперь можно купить таймлесс, что, в общем-то, замечательно. Меня само раньше немножко смущало, что Естайл отправляет грузы из Гонконга, и мне казалось, что, возможно, это означает, что там китайские подделки продаются, но все-таки нет. Это абсолютно официальный ритейлер, и из Гонконга они отправляют только из-за того, что Гонконг – это какая-то зона с таможенными пославлениями, поэтому с Естайл в Евросоюз посылки приходят без растаможки. Я надеюсь, что сейчас, после 1 июля, когда у нас врубили растаможку со всех сайтов, это не изменится и все еще останется точно так же. Тогда это будет один из самых беспроблемных способов заказывать корейскую косметику, по крайней мере, если находиться в Европе. В Россию Естайл, к сожалению, не доставляет, перестали доставлять во время эпидемии, возможно, когда-нибудь возобновят доставку, но я оставлю внизу в описании к видео ссылки на все места, где я знаю, можно купить эту сыворотку, в том числе на проверенных продавцов на ebay, у которых вы точно не нарветесь на подделку, и на один сайт в России, который ей торгуют, но там, к сожалению, она почти что постоянно распродана, но все-таки можно время от времени подсуетиться и посмотреть, может быть, получится ее отловить. Я недавно говорила про эту сыворотку в видео с моим уходом летним по всплывающей подсказке, можете посмотреть его или по ссылке в описании. Еще, что касается корейцев, ко мне приехал целый набор косметики от марки Trimay. Вот так вот выглядят. Здесь у меня тонер, ампула, вот такая вот умывалка, которой я уже вовсю пользуюсь, всем остальным только по паре раз попользовалась, а умывалка прям уже в ходу. Крем для кожи вокруг глаз, крем для лица и ночная маска. Вся линейка антивозрастная с пептидами, и мне ее прислали на обзор от латвийского магазина корейской косметики Panda Cosmetics или Panda Cosmetics, и я определенно еще не распробовала все. Наверное, у меня какое-то мнение сформировалось только по поводу этой умывалки. Умывалка мне очень нравится, что касается всего остального, я еще должна попробовать, но пока первые впечатления от этой линейки у меня самые что ни на есть позитивные были. Я не знаю, стоит ли этой линейке посвятить отдельное видео, если у вас есть интерес в ней, то пишите в комментариях, ну, возможно, я объединю с какой-то другой корейской косметикой, присланный в пиар, и обозрю, так сказать, все это вместе. Российская марка 818 Beauty Formula прислала мне вот такой вот целый набор тоже косметики. Здесь маска, крем, сыворотка и крем для кожи вокруг глаз. К сожалению, вообще ничего сказать не могу, потому что только на руке попробовала, даже на лицо еще ни разу не наносила, но вы понимаете, у меня здесь такое огромное количество косметики, я просто не успеваю все тестировать. Тоже надеюсь, что смогу составить какое-то впечатление и вам рассказать. По текстурам мне все понравилось, особенно мне понравилась сыворотка такая, между сывороткой и эмульсией, как раз как я люблю. Но сейчас в жару она мне, возможно, даже тяжеловата, и бы показалось, сейчас хочется чего-то более такого гелевого, более легкого, но в любом случае попробую и обязательно вам расскажу, что это такое. Марка для меня совершенно незнакомая, просто написали мне в инстаграм, предложили прислать на обзор средства, и вот они у меня есть, а я, к моему глубочайшему сожалению, не успеваю пользоваться и не успеваю тестировать. Это, на самом деле, ценности из разряда непереходящих. Мне прислала сеть магазинов Douglas Latvia два продукта от Clinique Moisture Search, это такой крем-гель, даже скорее гель, и Moisture Search Intense это крем, это увлажняющая линейка. Я должна сказать, что я очень хорошо с ней знакома, а Moisture Search это долгие годы, пока я была, как это, in my twenties, пока мне было двадцать с чем-то лет, это многие годы был мой основной уходовый продукт за лицом, то есть я пользовалась именно им, он мне очень нравился всегда, я его использовала и как крем под макияж, и как ночной крем, и даже как маску глубоко увлажняющую таким толстым слоем накладывала, и Moisture Search Intense я тоже использовала, и клиниковский крем для глаз я очень любила, то есть я долгие годы была поклонницей марки Clinique, и не могу сказать, что я там разочаровалась, просто мне захотелось чего-то большего, каких-то более активных составов, это все-таки такое очень базовое увлажнение и питание, но я обязательно буду им пользоваться, просто в какой-то момент, когда дойдут до них руки, пока что, к сожалению, не встраивается у меня ничего нового в мою рутину, надо добить кое-какие остатки, и потом уже вводить какие-то новые средства. И, кстати, в той же посылке от Douglas мне прислали плитку гуаша, которую я все порывалась сама себе купить и начать пробовать делать массаж, но что-то меня все время тормозило, ну вот теперь она у меня есть, но теперь меня тормозит, и я не делаю массаж, в общем-то, собственно, потому я и не покупала, потому что, на самом деле, сначала надо начинать делать массаж, а потом покупать для него какие-то приспособления, потому что делать массаж можно и пальцами, совершенно не обязательно для этого что-то покупать. Ну, в общем, я, да, я надеюсь, что все-таки я вступлю на путь массажа гуаша, и смогу сделать выводы о его какой-то эффективности или отсутствии таковой. Еще на обзор пришло целых два геля алоэ от итальянской, судя по тому, что написано на упаковке марки алоэ Пура. Я, естественно, не смогла отказаться, не смогла устоять, когда предлагают прислать гель алоэ, один из моих самых любимых продуктов, но у меня, на самом деле, есть еще, все еще моя большая банка от Benton, так что, наверное, один из этих тюбиков отправится к моей маме. Поскольку она пользуется нофейсом, то у нее гели улетают гораздо быстрее, чем у меня, и я с ней стараюсь по мере возможности делиться. Но второй тюбик оставлю себе, обязательно попробую, что это такое. Здесь написано 99,9% биоактивного алоэ Вер. Больше всего меня интересует, есть ли в составе спирт. Так, а, вот тут есть состав сразу. Нет, кстати, спирта, в составе нет, что прекрасно. И от той же фирмы мне пришла полоскалка для рта с алоэ и бальзам для губ с алоэ, которые мне в данный момент просто не нужны, поэтому пока что я их вскрывать не буду и подумаю, не знаю, еще, может быть, передарю, отдам, может быть, буду использовать, не знаю, пока сложно сказать, но в данный момент как бы мне не нужны эти продукты. И последний продукт, который мне прислали на обзор, это BB-крем от литовской марки Biocos, и я пробовала его впервые в видео вопрос-ответ на свой день рождения с первыми впечатлениями от палетки Стилета, и он мне там не понравился, с тех пор я пробовала его еще пару раз, и он мне все еще не нравится, к сожалению. У этого BB-крема очень слабое покрытие, и при этом он некрасиво, на мой взгляд, сидит на коже. Тональное средство должно каким-то образом кожу украшать, делать ее красивее, чем без него, а с этим BB-кремом, к сожалению, моя кожа выглядит хуже, чем без него. Я не смогла найти к нему подход, я пробовала его спонжем, пробовала его пальцами, пробовала его кистью, и, к сожалению, да, у меня с ним не сложилось, и, соответственно, это кандидат на распламление. Вот и все на сегодня, наконец-то это длинное видео подошло к концу, мне еще сегодня страшно не везло со съемками, все время мне что-то мешало, кто-то звонил, кто-то приходил, кто-то уходил, садилась батарея, перегревалась камера, в общем, сегодня совершенно полная непруха, но, наконец-то, я закончила снимать это видео, большое спасибо вам, если вы выдержали его до конца, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет очень приятно, если вы досмотрели до конца, я вас целую, обнимаю, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok